Сегодняшнюю практику предлагаю начать с мотивации. Она, собственно, вот какая вы ее видите на экране. Это мой личный результат, полученный за годы практики работы с лицом и телом. Здесь примерно 8 лет между первой и последней фотографиями. И мне бы очень хотелось знать ваше мнение. Кажется ли вам, что результат есть? Кажется ли вам, что этот результат положительный? Напишите, пожалуйста, в красках. Вам, может быть, кажется, что здесь фотошоп или что я была лучше раньше? Ну, короче говоря, мне крайне интересно то, что вы напишете. Поэтому прямо сейчас ставьте видео на паузу, пишите комментарии, и мы продолжим. Ну, а если вас уже прямо сейчас мотивируют мои фотографии, тогда не опаздывайте, пожалуйста, на курс «Осанка от макушки до пят». Скоро набор в него закроется и не откроется до 2024 года. А между прочим, к курсу «Осанка от макушки до пят», к покупке этого курса, я дарю вам также курс «Реновация черепа», который позволяет поработать техниками остеопатической самоправки. То есть поставить череп на место, кости черепа поставить на место для того, чтобы у нас уже был грамотный, качественный каркас для дальнейшей работы с мягкими тканями. Ну, собственно, и таким же выстраиванием каркаса мы занимаемся в самом курсе «Осанка от макушки до пят», работая с опорно-двигательным аппаратом. Поэтому ссылка на покупку курса в описании к этому видео. Если вы уже замотивированы, уже хотите работать со мной и знаете, что это вам точно нужно, никакая синтетика, никакие другие специалисты вам не помогут так, как могут помочь вам вот эти специалисты, то бишь ваши собственные руки. Поэтому вот здесь ссылка на покупку курса. Заходите туда, кликайте, и я с радостью стану вашим личным тренером. Ну, а что касается сегодняшней практики, мы с вами будем улучшать нижнюю треть нашего лица. Подтягивать брылью, улучшать качество овала лица и ставить чуть выше яблочки, щечки. Ну и, собственно, предлагаю начать. Лицо должно быть чистое, руки должны быть чистыми. И первое, что мы сделаем, это дефиброзная глубокотканная техника. Так как ее мы сегодня применяем, то я не рекомендую данный комплекс выполнять чаще одного раза в 5 дней. Ну, для таких плотных довольно-таки лиц одного раза в 3 дня. Посмотрите, что я делаю. Я пальцами сейчас не просто так захватила валики с ткани. Я сейчас пытаюсь найти здесь такой жгутик. Работаю я здесь по поиску малой и большой скуловых мышц. И когда я этот жгутик нашла, он у меня под пальцами может быть такой разный. Посмотрите еще, что здесь важно. Я не оттягиваю вот таким вот образом нижнее веко. Ни в коем случае так не делайте. Уходите вглубь, внутрь ткани. Когда вы валик нашли, вы встаете и начинаете просто держать. Вот сейчас вам ничего не нужно. Вы просто создаете компрессию легкую, мягкую, без ощущения того, что на завтра здесь будут гематомы. И поверьте, тело само отработает. Все эти напряжения, все эти триггеры, которые есть внутри мягких тканей, внутри мышечных волокон. Вам просто нужно подышать спокойно, свободно, размеренно. И затем перейти немного ниже и чуть-чуть еще глубже. И здесь подержать. Немного выше и еще чуть-чуть глубже. И здесь подержать. И затем этот валик немного пройти по длине до угла рта. И от угла рта наверх. Опять-таки не оттягивая веки. И уходим выше. До виска. Здесь уже становится более тонкой. Валик становится более тонким. И здесь мы с вами остаемся. И со второй стороны то же самое. То есть первая главная задача – это зайти вглубь тканей. А не количеством каким-то поразить меня. Ох, смотри, Даша, какой валик я могу захватить. Смотри, Даша, какой валик я могу захватить. Так мы не делаем. Мы относимся к своему телу, лицу с уважением. И ищем жгутики внутри собранной мягкой ткани. Когда нашли маленький небольшой жгутик, то, что я сейчас говорю, вы можете не чувствовать. Ничего страшного, стойте примерно в том месте, в котором я вам говорю, и старайтесь зайти глубже-глубже. Не надавить сильнее, а зайти глубже. Опять-таки дышим свободно, спокойно, размеренно. Переходим чуть ниже и чуть глубже. Если у вас на лице будет крем, который вы нанесли совсем недавно, будет сильно неудобно работать глубокотканной техникой, поэтому лучше всего обезжирить ваше лицо. Встаем чуть выше и глубже. И теперь с собранным валиком переходим до угла арта. И затем идем выше. Переходим на выступ скуловой кости, затем на висок. Глазки здесь лучше всего закрыть. Валик откатить на висок, туда выше. И отлично. Теперь немножечко, мягко, массажными движениями мы дадим понять, с какой зоной сейчас будем работать своему лицу. И сейчас пойдем в расслабление круговой мышцы рта, которая очень часто держит все вплетающиеся в нее мышцы мертвой хваткой. Что делаем? Улыбаемся. Вот где проступили яблочки, щечки, мы под них раз подлазим. И начинаем длительно выдыхать со звуком машинка. Если вы видите, что у вас сильно-сильно напрягается, как у меня, подбородок, то мы меняем положение пальцев. У нас одни пальцы встают на подбородок, другие продолжают держаться здесь. Не выдвигайте голову вперед, тянитесь макушкой наверх. Еще. И теперь легкими массажными движениями проходим всю круговую мышцу рта. То есть вокруг губ идем круговыми, проникающими вглубь движениями. И немного смещаем подбородок из стороны в сторону. Он у нас все-таки немного напрягся. При этом уголки губ мы приподнимаем чуть-чуть. Голову не надвигаем. Отлично. Зашли вглубь подбородочные мышцы. И вот таким вот образом ее еще подвигали. И натянули уголки губы наверх. Побыли в этом положении. И теперь мы переходим к основному нашему тонизирующему сегодняшнему упражнению. Наша задача сейчас прорисовать следующие меридианы от уголка губ. То есть улыбка у нас пойдет. Немного выше линии горизонта и, соответственно, вот сюда. Затем чуть выше линии горизонта, чуть-чуть выше той линии, где только что были. Вот сюда. Потом вот сюда. И затем мы окажемся вот здесь. Да, то есть раз, два, три, четыре. Что мы здесь делаем? Сейчас покажу. Мы уходим с вами в улыбку. Показываем верхние зубы. Улыбка мягкая, расслабленное лицо. И мы пытаемся поймать работу мышц вот здесь, да, выше уровня улыбки. И приподнять немного, да, то есть чуть-чуть позволить натяжению ткани быть еще сильнее. Можно закрыть глаза, можно глаза оставить открытыми. В этом положении мы зафиксируемся на 10-15 секунд. Поехали. Сильно? Вот так вот в эту вот странную улыбку. Не уходите, пожалуйста. Теперь на следующую линию переходим, следующий меридиан. И опять сначала улыбка, затем мы ловим работу мышц и помогаем им быть немного выше. Держимся. Еще чуть ближе к проекции зрачка. Снова улыбка. Через улыбку ловим работу мышц и приподнимаем. И последняя точка, где мы будем стоять, это точка примерно под проекцией зрачка. Мы также улыбаемся, также демонстрируем верхний ряд зубов, но приподнимаем взгляд под 45 градусов и немного приподнимаем голову по линии горизонта. И здесь тоже приподнимаем щечки, яблочки и в этом положении стоим. Отлично, хорошо. И мягкими движениями, где вы только что ходили, вы вот так вот прикладываете два пальчика и делаете покачивающие движения лодочкой. Прямо в косточку, прямо в кость, косточки, ручки, ножки. Поставим эти сюсюкани где-нибудь в другом месте. И теперь даем такой заряд для роста коллагена. Улыбка, легкая улыбка. И мы так мягко-мягко прощипываем щечки и яблочки до легкой гиперемии. Теперь вытягиваем рот в букву О. А. О. Понятно, что будем делать. О. Затем заворачиваем губы под зубы, улыбаемся и стараемся напрячь его, чтобы то не стало, скуловые. О. О. Я не случайно руки держу на скуловом отростке височной кости, на скуловой кости, для того, чтобы здесь дать тоже легкое преднатяжение по диагональке. И здесь нужно понимать, что О расслабленное. О. А когда вы уводите губы под зубы, ваша задача улыбнуться уголками губ. О. Угу. И теперь в какой-то момент мы фиксируемся в этом положении и даем сюда импульс. Вот такими вот похлопочками. О. У. 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 Взгляд под 45 градусов, голова немного наверх. И заключительный прием или упражнение, называйте как хотите, мы ставим руки на область височных мышц, на проекцию височных мышц. Можете прям погуглить или посмотреть сейчас на экран, где они находятся. Встаете. Не напрягаете, не задираете вот так лопатки, ключицы. Все опускаете вниз, макушкой тянетесь наверх. Здесь давления пока в руках нет. Делаете А. Делаете О. Оттягивая верхнюю губу вниз. А. О. Даете в руки, руками преднатяжение по диагонали вот туда, наверх. И прикрываете глаза. В этом положении идеально постоять 30 секунд. Итак. А если вы еще и наденете внутреннюю улыбку, ох, ваши мышцы лица вам будут благодарны. Продолжение следует. Отлично. И прохлопайте всю зону, которая у вас отработала. Несмотря на то, что напрямую мы сегодня с овалом лица не работали, но поверьте, скуловые мышцы, которые пребывают в тонусе, они являются такими крючками, которые удерживают ваше лицо от сползания, от падения. Поэтому зоны подъязычные тоже обязательно для прохлопывания. И чтобы лбу не было, обидно. Два пальца. И расслабляем лоб. Расслабляем зону межбровей. Мы бьем не вот так, а вот так вскользь, в сторону. Вот такая вот идеальная практика. На любое время, утро, вечер, свободное время, когда оно у вас есть, выполняйте. Самое главное, знаете, что не забыть? Написать в комментариях, понравился ли вам комплекс. Потому что если забудете написать, то я буду думать, что мои комплексы, они вам совсем не нужны. И, наверное, перестану их публиковать. Это не угроза, нет. Что ж, я благодарю вас за то, что вы были сегодня со мной. И еще раз хочу напомнить про то, что вот-вот закроется уже доступ к покупке курса «Осанка» от макушки до 5. А это тот курс, с которого стоит начать взаимодействие со мной, как с вашим личным тренером, если вы его еще не начали. Ну или если вы проходили какие-то другие мои курсы, а осанку еще не прошли. Это базовый курс для дальнейшего старта в домашний фитнес, для работы с лицом, с шеей, с красотой, со здоровьем. Поэтому ссылка вот здесь в описании к видео, лайк этому видео, подписка на канал. Это, конечно же, непременно тоже нужно помнить. Все, благодарю вас. Пока.